Июльское повышение тарифов за услуги ЖКХ не стало, конечно, для горожан секретом. Однако неприятные сюрпризы для жителей все-таки случились. Пенсионерка из Дожковой песочни Татьяна Николаевна Рожко, придя 9-го числа на пункт приема платежей за коммунальные услуги, неожиданно обнаружила в своей квитанции за июнь сумму, рассчитанную почему-то по новым, увеличенным июльским тарифам. Вот, я платила в прошлом году за июль день получения пенсии, 16 июля, вот по старым тарифам. А в этом году я заплатила 9-го июля за июнь, уже взяли по новым тарифам. Далее, после похода на КВЦ, Татьяна Николаевна стала общаться со знакомыми и соседями. И похоже, что тема увеличенных сумм в платежках на оплату коммунальных услуг стала сейчас основной в разговорах жильцов микрорайона. Я не поленилась, взяла книжки у своих соседей. Кто платил 2-го июля, взяли по старым тарифам. А с 7-го и 6-го уже по новым. Мне тоже пришлось заплатить по новым тарифам 9-го числа. Дали мне телефон КВЦ Центральному, сказали, что вернут. Но вернут или нет, не знаю. В начале июля чиновники городской администрации, чтобы вопросов у рязанцев по расчету платежей было поменьше, вынуждены были опубликовать разъяснения. В них, в частности, говорилось, что в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг в многоквартирных домах, потребитель вправе ежемесячно с первого до последнего дня месяца снять и передать текущие показания своих счетчиков в ресурсоснабжающую организацию. В таком случае начисление платы за коммунальные услуги производится по тарифам, действующим в этом месяце. Однако, по результатам рабочего совещания в администрации города Рязани, чиновники приняли решение в отношении потребителей, уже передавших свое показание с 1 июля, сделать им перерасчет с применением июньских тарифов. За переплату жильцы вправе требовать перерасчета, говорят и юристы. Вообще, правила оказания коммунальных услуг предусматривают оплату до 10-го числа месяца за предыдущий период. То есть, если у вас на дворе июнь или май, то вы должны платить 10-го числа месяца по тарифам, скажем так, старыми. Речь идет просто о воровстве, поэтому об этом надо писать, во-первых, прокуратуру района, государственную жилищную инспекцию о том, что имеет место незаконное увеличение оплаты за услуг ЖКХ. Дело в том, что эти услуги относятся к регулируемым тарифам, тарифы, которые устанавливает наша местная власть. И если они превышают эти цифры, а это может быть превышение по инициативе председателя ТСЖ, директора управляющей компании, сговор председателя ТСЖ с бухгалтером, который выставляет неправильные счета, которые поступают через КВЦ, по которым вы в дальнейшем платите. В общем-то, сейчас перерасчета за июнь вместе с другими горожанами ждет и Татьяна Николаевна Рожко. Хотя ситуация, при которой добропорядочные граждане, которые всегда вовремя и в срок оплачивают счета, а затем еще и вынуждены доказывать свою честность, в некотором смысле представляется даже забавной. Хотя смешного в этом как-то мало. И откуда взялся, а главное, с чем связан такой бурный энтузиазм рязанских коммунальщиков в отношении переделки платежных квитанций, не дожидаясь окончания июля. В общем, пока вопросов больше, чем ответов.